Мой доклад посвящен на несколько специальных темек, ядерная ассоциативная память. Это такая ассоциативная память, которая обобщает все те Хупфилда, о которых упоминал Дмитрий в предыдущем докладе. А также постараюсь рассмотреть такие вопросы, как консолидация и реконсолидация памяти, которые свойственны памяти человека и животных. Ну что такое нейронная ассоциативная память? Нейронная ассоциативная память — это класс нейросетей, которые моделируют некоторые функции памяти человека и высших животных. Этими функциями являются, как явствует из названия, воспоминания по ассоциации. То есть память не похожа на обычную компьютерную память, на массив, который здесь изображен, когда доступ к памяти производится по индексам. А здесь для того, чтобы найти какой-нибудь образ в памяти, требуется предъявить... предъявить некоторый другой образ. При этом память может называться автоассоциативной, если предъявляемый образ носит ту же природу, что и образ, который хранится в памяти. Вот как в примере, который показывал Дмитрий, там была двойка и та же двойка зашумленная. Другой класс памяти называется гетероассоциативной, там образы объединяются в пары. Как бы мы хотим найти нечто одно, а получаем второе. А второе, допустим, допустим, услышали мычание, и в памяти возникает понятие корова. Ну вот на данном слайде изображена простейшая реализация нейронно-ассоциативной памяти. Она называется сеть Хопфилда, потому что была изобретена Джоном Хопфилдом в 1982 году. Эта память состоит из одного слоя нейронов, каждый из которых соединен со всеми другими. А желтые квадратики это тоже первая функция? Нет, желтые квадратики это просто иллюстрации, они показывают, что есть обратная связь, что выходы сети замыкаются на входы. Вот так она выглядит архитектурно. Вот на этом слайде написано некоторые уравнения, которые позволяют обучать ассоциативную память. Вот как уже говорилось сегодня, они обучаются как бы за один проход, просто запоминают, что есть, и не требуют многократного повторения. Это с одной стороны хорошо, потому что сокращает время на обучение, объем необходимых данных, а с другой стороны плохо, потому что такая сеть совсем лишена способности к обобщению. То, что показали, то она и запомнила. Сеть Хопфилда относится к классу автоассоциативных памятей. То есть, вход, можно сказать, что вход похож на то, что она запомнила. Также она относится к классу аттракторной ассоциативной памяти. Что такое аттракторная сеть? Аттракторная сеть это сеть, которая функционирует как динамическая система. Вот наверху этого слайда показаны уравнения, которые управляют этой системой. Вот здесь в непрерывном времени, а здесь в дискретном. То есть, соответственно, тут система дифференциальных уравнений первого порядка, тут система разносных уравнений. Также качество работы памяти характеризует такая величина, как аттракторный радиус. Аттракторный радиус — это расстояние в некоторой метрике от входного образа до аттрактора. А аттрактора — это неподвижная точка динамической системы, которая является устойчивой. Траектории, к которой стремятся, в конце концов, они там останавливаются или находятся в ее очень малой окрестности. И аттракторный радиус — это такое расстояние до аттрактора максимальное, что любая точка, находящаяся на расстоянии меньшем, чем эта, будучи подана в начальный момент в виде состояния динамической системы, она, в конце концов, сойдется к данному аттрактору. Ну вот здесь предусмотрены некоторые формулы вычисления аттракторного радиуса. Не будем на них останавливаться. Что значит N? В данном случае число N — это количество нейронов в сети, которое совпадает с размерностью входного вектора. А M — это количество образов, которое запомнено в памяти. Здесь сеть является дискретной, то есть каждая компонента вектора принимает значение плюс либо минус единица, то есть, по сути говоря, биполярная. Ну, так традиционно сложилось. Можно брать ноль или единицу, какие-либо две произвольные константы. Ну, здесь вводится ядерная ассоциативная память. Прежде чем разъяснять этот слайд, коротко остановлюсь на характеристиках сетей типа Хоффилда, которые мы здесь рассмотрели. Что они... Во-первых, они являются дискретными, содержат бинарные образы. Во-вторых, они могут функционировать как в дискретном, так и в непрерывном времени на этапе ассоциативного поиска или, как иногда говорят, экзамена. В-третьих, у них информационная емкость довольно жестко связана с количеством нейронов или что то же самое с размерностью входного вектора. Вот эти самые числа М и Н, про которых тут был вопрос, получается, что если использовать классическое правило Хоффилда или Хебба, то М меньше либо равно всего лишь 14% от Н. Если использовать так называемое псевдоинверсное правило, которое более оптимально, то получается М меньше равно 0,5 Н. Ну, если еще есть некоторые трюки, то М тоже. Ну, короче, точнее 0,25. Еще некоторые специальные приемы, так называемое разношесечение, М меньше либо равно 0,5 Н. Это есть абсолютный предел, который такая сеть не может преодолеть. Это очень неудобно. У нас получается, что... Получается, что, во-первых, емкость памяти зависит от количества входных образов, а во-вторых, все эти образы являются биполярными. И получается, что, как мы знаем, размер весовой матрицы растет квадратично в зависимости от... в зависимости от... ее размерности. Получается, для того, чтобы иметь 7 штук векторов необходимо порядка, допустим, 4 М квадрат чиселы хранить в матрице. Вот. И как бы хотелось бы сделать так, чтобы эти числа М и Н вообще не зависели друг от друга, потому что это неудобно и биологически некорректно. В общем-то, у нас как бы... ну... количество информации в образе не... совершенно не... не влияет на то... размерность образа не влияет на то, сколько... сколько таких образов может запомнить человек. и наоборот, как бы, способны... если большие, сложные, высокоразмерные образы, то их... их можно запомнить меньше, а простые, грубо говоря, больше. Вот. Для этой цели был использован такой математический прием, который называется по-английски kernel trick, ядерное преобразование. Вот. Взяли алгоритм... алгоритм псевдоинверсной ассоциативной памяти гетеро. В его гетероассоциативном случае. Вот решили эти уравнения. И потом переписали эти уравнения таким вот специальным образом, как показано в уравнении 3. и 4. И получилось, что для того, чтобы применять все операции с памятью, такие как запоминания векторовы и ассоциативный поиск, он же экзамен, она же аттракторная динамика, то достаточно только использовать запомненные векторы, скалярное произведение запомненных векторовы и использовать скалярное произведение их на входной вектор. Ну а дальше здесь есть следующая идея. Вот возьмем у нас, как бы зависит от размерности входного пространства, емкость памяти. Возьмем и придумаем какое-то преобразование в пространство более высокой размерности, очень высокой, чтобы там можно было жутко много векторов запомнить. Вот хорошо, мы использовали такое преобразование, но мы знаем, что размерность матрицы квадратично растет от размерности вектора. это нехорошо, это затрудняет работу системы с таким преобразованием. Но вот приходит на помощь это обстоятельство, что все выражается через скалярное произведение. И если мы выразим скалярное произведение в новом пространстве через старые векторы, то получится некоторая функция. Это действительная функция входных векторов, которая симметрично, положительно определена. Она называется ядро. Поэтому вся конструкция называется ядерная ассоциативная память. Вот тут дальше показаны некоторые детали алгоритма. Вот на этом слайде показаны некоторые свойства ядра, которые необходимы для того, чтобы все корректно работало. Вот на этом слайде доказывается теорема, которая говорит о том, что аттракторы данной динамической системы будут простыми. То есть это будут либо неподвижные точки, либо циклы второго порядка. Никогда не возникнет более сложного аттрактора или в частности странного аттрактора. Да, это было бы неудобно. А так получается, что такая система отвечает своему назначению. Она, получив на вход какой-то какой-то входной образ, она постепенно постепенно сходится и выдает из памяти нечто, которое ассоциируется с этим входным образом. Вот здесь показано, как эта память функционирует в режиме ассоциативного поиска. Вот получается, что в каждый момент времени t на вход подается вектор xt, затем вычисляется вектор z, m-мерный, где m-число образов памяти. Потом он умножается на матрицу s-1 степени, потом на матрицу x-1 и потом вычисляется функция активации f. Функция активации должна быть монотонной действительной функции, действительного аргумента, которая ограничена и соответственно исходится при x в плюс и в минус бесконечность. Вот это ядерная ассоциативная память как нейросеть. Оказывается, что она может быть представлена как такая слоистая рекуррентная нейросеть, в которой нейроны делают некоторые необычные вещи. Вместо того, чтобы просто умножать вектор на вектор весов, нейроны первого слоя вычисляют ядро входного вектора и вектора своих весов. Потом идет слой линейный, который умножает на матрицу с минус первая. Он тоже может иметь активационную функцию сегмоидального типа, а потом идет еще один такой же линейный сегмоидальный слое, в конце, который возвращает в исходное пространство. Ну и в конце вот эта петля обратной связи, которая передает количество образов, которое мы запомнили. Она хорошо видна, петля на этом слайде. Получается, что мы вычислили значение X в момент времени T плюс один, и она опять попала на вход и дальше пошли. И пока процесс не стабилизируется, она будет так работать. вот. Вот. Но сейчас мы переходим к самому интересному, наверное, к реконсолидации памяти. Вот есть такие явления консолидации, реконсолидации памяти. Они сейчас уже в общем-то за последние лет 10-12 они широко исследуются на уровне психофизиологии, на уровне клеточной нейробиологии. Также предлагаются различные математические модели, одну из которых я имею честь сегодня представлять. Вот. Что? Значит, консолидация памяти. Консолидация памяти это такой процесс, когда вот очень грубо говоря информация в памяти обобщается из какого-то количества входной информации формируется более-менее устойчивый образ, который будет в долговременной памяти жить. Вот. Реконсолидация памяти это когда уже запомненный образ, если он как бы зачем-то понадобился, он подвергается изменениям и подстраивается под изменяющуюся окружающую среду. Например, такой, наверное, показательный пример при консолидации памяти наверное многие могут заметить на себе. Представьте себе, что вы живете в одном и том же городе, более-менее в одном и том же районе на протяжении многих лет и посещаете одни и те же улицы, ну и там происходят какие-то изменения. если вы попытаетесь вспомнить какими эти улицы были давно к примеру при Советском Союзе или десять лет назад то вам будет это трудно вспомнить потому что образ этой улицы в памяти вытесняется ее современным состоянием. это означает что произошла реконсолидация как бы если если не было может быть какого-то яркого события в жизни которое произошло в этом окружении и заставило запомнить именно то состояние улицы которое которое было в данный конкретный момент то получается что его весьма трудно вспомнить но вот реконсолидация это довольно такой феномен наверное полезный он позволяет хотя он имеет негативные последствия того что некоторая информация стирается но он позволяет адаптироваться к окружающей среде особенно какие-то двигательные навыки если они подвергаются реконсолидации то можно как бы усовершенствовать свое поведение выполнять какую-то какую-то активность там такое как например управление самолетом акробатика или боевое искусство постепенно обучаясь ну вот вот на этом слайде показана математическая модель ассоциативной памяти которая осуществляется в сетях Хопфилда с хэбовским обучением это ее предложил израильский автор Миша Цодикс по-моему в 2006 году с авторами вот здесь все просто вот верхнее уравнение верхнее уравнение это правило обучения хэба или иногда как говорят Хопфилда вот тут оно же по координатному выражению его суть очень очень простая получается что если как бы какая-либо связь итого нейрона с житым она увеличивается по величине в том случае если итый и житый нейрон имеют примерно одинаковый выход то есть непропорционально и к ситому и к сжитому ну и уменьшается в противном случае и так все как бы суммируется по всем по всем входным образом а вот здесь возникает реконсолидация последнее уравнение получается что на каждом шаге мы модифицируем матрицу С которая описывает всю память вот этот этот член это старая матрица вот здесь два члена которые представляют собой новый образ но новое данное которое поступило в момент времени Т но оно как бы представляет собой изменение в среде и предполагается что время тикает и каждый такт поступает одно новое данное то есть большой H это новый нет H и XT это новый вектор а большое H это расстояние по Хеммингу от вектора до до того что было уже запомнено это так сказать некоторая степень его новизны получается что за наличие новизны у нас как бы тем интенсивнее изменяется память это было да ну вот здесь это мы пропустим вот это некоторые математические формулы вот здесь перейдем сразу уже к эксперименту который был сделан с базой данных МНИСТ вот тут что что представляет собой база данных МНИСТ как бы показано на этом слайде это 60 тысяч обучающих и 10 тысяч тестовых цифр вот с такими вот параметрами вот и был проведен такой эксперимент 9 тысяч цифр использовано для обучения которые получены без превращения 100 исходных цифр по 10 на каждый класс от 0 до 180 градусов и протестировано тысячу изображений близких финального состояния то есть здесь в этом эксперименте вращающиеся цифры символизируют как бы непрерывно и плавно изменяющуюся среду к которой память подстраивается ну вот такой же эксперимент проделан на изображении вращающиеся головы вот и здесь морфинг лица здесь трекинг руки вот здесь трекинг ракеты патриот сейчас я покажу видео которое по техническим причинам не пошло в презентацию вот это вот это вот 100 цифр 100 аттракторов сети как происходила консолидация в это в этом эксперименте на каждую цифру было зарезервировано 10 аттракторов и она сама их находила и происходила таким образом кластеризация входного пространства при обучении без учителя точность распознавания составила примерно 95% если я не ошибаюсь данная задача это морфинг лиц вот здесь происходит реконсолидация лица лица как бы изменяются это даже не очень заметно если только резко дернуть плеер видно что лица изменяются вот в данном случае вы можете в каком-то смысле почувствовать как реконсолидация происходит у вас в мозгу можно еще раз с самого начала это бы не прочувствовал просто просто практически незаметно как они изменяются если тут вот а на самом деле изменяются видно и вот данное изображение соответствует тому что уже содержалось в сети в качестве ее аттрактора вот данный ролик это та же самая задача но в качестве изменения среды был выбран не морфинг лица вращение головы здесь показано то что внутри сети то есть входные данные не показаны но они выглядят почти так же за исключением того что вот здесь некоторая размытость наблюдается это она такое построила такое изображение как бы совместила предыдущие и следующие кадры то же самое то же самое с мужскими головами вот ну и в заключении можно показать этот как этот алгоритм используется для трекинга ракеты патриот на видео да вот теперь пожалуй действительно спасибо за внимание ну ядро у нас ядро не вычисляется ядро просто берется то есть у нас так же так же как если вы знакомы с свм то ядра обычно берутся вполне из таких себе стандартных как гауссовое ядро то есть у в равняется там эксп минус норма у минус в квадрат 2 сигма в квадрат вот так так где конкретно там ядро встроено на первом другой то есть где конкретно используется гауссовское ядро в сети то есть где не обязательно гауссовское может какое-то другое да ну сейчас я покажу вот если мы посмотрим на этот слайд то вот мы видим что берется входной вектор и на первом слое когда вычисляется вектор z применяется ядро вот здесь видна формула и еще как бы ядро используется при вычислении матрицы s как бы ее элементы это ядро взятое попарно от входных образов x и извините запомненных образов s и g t равно k от x и t x g t а вот в примере с цифрами распознавания где были крутящиеся да как-то определяли кластеры тракторов то есть использовалась более большая оси нет ну просто они менялись со времени как бы сначала они были инициализированы как бы взято допустим из каждого класса по 10 цифр в начальном положении ими инициализированы аттракторы а потом потом цифры вертелись и аттракторы подстраивались под эти изменения а после того как цифры вертелись можно было давать цифры в любом положении нет тут в этом как бы в этом как бы сказать в этой в этой задаче в этой системе она помнит только последние и близкие к нему то есть поскольку тут имеется некоторая гладкость но как бы каждый раз происходит маленькая модификация когда она слегка слегка смещается в сторону в сторону нового входа еще сказали что там просто скалярное произведение вычисляется значит ли это чтобы если добавить новый образ в систему это действительно просто да просто это взяли и добавили там есть некоторые алгоритмы сейчас не буду их описывать вот как бы тут главная трудность это пересчитать матрицу С с помощью линейно алгебраических операций это делается довольно быстро как-то интерпретируете картинку с треками ракеты ну там как бы просто летит ракета она она является входом гетероассоциативной памяти это картинка а выходом являются координаты точке которая приблизительно соответствует центру изображения ракеты ну и вот производился трекинг как бы в начальный момент грубо говоря сказали где где ракета она как бы с последующим вариантом как они вычисляли центру не просто просто она здесь была обучена некоторым образом грубо говоря вот подавалось изображение некоторого окошка и оно соответственно это вход а выход координаты сначала обучали на реальном изображении потом на тест да что ну да ну это просто такой пример ну еще как бы был сделан при процессинг из трех как бы из трех цветов получено то изображение глядно